Продолжение следует... Сегодня у нас будет разговор про отладку. Тема довольно забавная. Я тут обнаружил, что не все люди себе представляют, какие бывают workflow в процессе отладки. Вот, что странно. Более того, с точки зрения большинства людей, особенно занимающихся таким условным высоковольным программированием, отладка – это когда вы свои IDE-шечки, прокликиваете какие-то места в вашем исходнике, дальше вы на этих местах проходите его по шагу, он вам показывает, как он выполняется, или он выполняется, потом останавливается. Короче говоря, вы все это наблюдаете. В суровом реал-лайфе спасибо, если эти исходники вообще можно добыть. Спасибо, если можно добыть debug-info. Если нет debug-info, вам придется отлаживать ассамблерный код. А что толку-то отлаживаете, если нет, и столько ничего поправить не сможем? Поправить, может быть, и не сможем. А, например, выяснить, в какой конкретной библиотеке произошла… Потом можно ее специально пересобрать, вот конкретно ее, потому что ваш проект, он там, не знаю, 500 мегабайт какой-то хрени. Вот в одной конкретной произошла ошибка, ее можно попробовать пересобрать. Я вот, собственно, сегодня пытался этим заняться, потому что я обнаружил библиотеку в составе наших репозиторий, в которой происходит ошибка, кажется, не только у меня. Вот. Вот если она не только у меня происходит, значит, вот буду сидеть, отлаживаться как раз в ближайшее время. В общем, никому не нужна библиотека, но тем не менее. Вот. Ладно, поехали. Давайте запустим терминальчик, давайте зайдем на наш серверчик. А, для этого мне нужно сначала ключ добыть. Вот. Я правильный пароль ввел. А я говорю, я правильный пароль ввел. Вот. Так бы сразу. Ой, вернись. Вернулась. Так. Вот сюда. Надо это выключить. Это очень полезная фича, но, наверное, ее надо выключать. Возможно, ее надо выключать навсегда, пока я не включу. Спасибо, дорогая. Вот. Это мной написанный наколеночный скрипт, который позволяет в Telegram копипастить из буфера ввода куски. Если он видит, что он не только написан на питоне, то они предварительно форматируются в HTML на питоне. Ну, короче, для того, чтобы можно было быстро поддерживать диалог. Но поскольку этот компьютер у меня в основном лекционный, а работаю я с другого, то, в общем, этот сервис здесь пока не нужен. Вот. Вот можно почитать, наверное, какие-то базовые разговоры, базовые разговоры про отладку, и вообще, как это все происходит. И с чем вы, на самом деле, имеете дело, когда занимаетесь отладкой вот конкретной приложеньки, а не внутри прикладной системы просто дебажить какой-то код неправильно написанный. Вот. Можно почитать вот в этой книжке. Как видите, если внимательно посмотреть на оглавление, ситуация, когда вы просто дебажите код какой-то, проходите его пошагово или что-то такое, кажется, занимает здесь, дай бог, одну главу. Совершенно чуть-чуть, к сожалению, да, к сожалению, освоение вот этой всей премудрости требует, на самом деле, очень хороших знаний о внутренностях тех бинарников, которые вы отлаживаете. Вот. Не только исходников. К сожалению, на все это у нас времени точно нету. Мы, повторяю, как это, пытаемся следовать шаблону одна тема за одно занятие, вот, за одну лекцию. А так-то, в общем, по дебаггингу можно было, как вы понимаете, прям отдельный спецкурс навонять. Вот. Ну, правда. Как раз 15 лекций бы получалось. Это даже много. 15 лекций не влезло бы. Вот. 12 лекций. О чем стоит иметь представление и освежить, или, значит, оподновить его в случае, если у вас это представление устарело или недостаточно полное. О том, ой, как интересно, о том, как вообще выглядит бинарный файл в этом вашем Linux. Так вот, неинтереснее будет. А так не умеет. А может быть, она ру-м. О! Так выглядит интереснее. Это интерфейс для мобильных телефонов, он, как это, более plain такой. Ну вот, значит, в действительности, как мы помним, бинарник состоит из... Во-первых, он называется Elf. Executable.linked.format. Кстати сказать, есть еще другие форматы бинарников. И есть, например, формат, точнее популярный, который называется Dwarf. Вот, почему не знаю. Ну, видимо, Elf и Dwarf, и вот это все. Вот. И ваш, ваш, вот этот, казалось бы, монолитный файл состоит из нескольких секций. Там вот есть заголовки и дальше куча-куча разных секций. Этих секций в действительности может быть, в общем, большое количество. Вот. Тут описание каких-то, каких-то, значит, магических чисел, которые нам, у нас уже дальше не интересуют для нашего уровня рассмотрения. Вот. Но всякий файл, который мы можем получить при компиляции, вот, у меня тут есть заготовки с прошлых лет. Вот, давайте попробуем. Значит, вот. файл ex1. Вот. Даже утилита файл, которая, в общем, не предназначена для парсинга Elf, она просто какие-то, значит, хедеры, какие-то заголовки парсит. Она уже умеет довольно много рассказать про наш бинарник. Говорит, что это Elf, что он 4-четырехразрядный, что он positional independent executable. Вот. Это его версии, что он динамически собранный, что он подгруз... Это динамическая сборка происходит с помощью вот этого интерпретатора конкретно. Вот. А еще, поскольку он собран с debug.info, у него есть build.id уникальный. Вот. Есть debug.info, и, значит, этот debug.info не обрезан от этого файла, то есть им можно пользоваться. Вот. Так много. Но это несравнимо с тем, как может... что может рассказать какой-нибудь ряд Elf, значит, проект наш файл, только не A, а T, да? T или нет? Сейчас посмотрим. Man и Adelf. O. Минус A. Вот. Ред Elf — это как раз... Ох, даже в экранчик не умещается. Это как раз инструмент, который умеет анализировать Elf всевозможными способами, и он про него знает вот абсолютно все, что можно вообще добыть из него, включая disassembler. Сейчас-ка мы это увидим. Вот. Одних заголовков тут вовсе не... Два, как мы принялись считать, да, там, дата и текст. Ну, или там, дата, текст, стек. Ага, как бы. Как же. Текст тоже есть, что вы думаете? И дата, я думаю, тоже есть. И даже где-нибудь стек тоже есть. Нету. Ну, может, он где-то еще. Вот. Но в действительности этих секций вот тут вот получается 38 штук. Вот. Каких-то. Дальше содержимое каждой секции. Дальше... Ну, в общем, много всего интересного. Примерно так же себя ведет и утилита минус А, я хотел сказать. Вот. Дальше расположение внутри соответствующей секции символов. Дальше еще одна секция. Дальше символов, символов, динамические символы, динамические связанные. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, много. Еще больше, если мне не изменяет память, умеет программа Обждамп. Тоже давайте посмотрим на ней man, чтобы посмотреть сразу, что такое all. Минус... Нет, это disassemble all. Вот, минус x. Вот, дамп минус x, даже дизассимулировать умеет, мне кажется, x1. Возвращает она примерно те же самые сведения. Вот, это просто утилиты из... Вот мы узнаем вот этот список. Утилиты из двух... А вот это, пожалуйста, разделы. Те самые 34 штуки. Это просто утилиты из двух разных комплектов. Ну вот. Она может даже дизассимулировать, если очень хочет. Вот, пожалуйста. Все секции кода дизассимулированы. Если мы собрали динамически наш... Если мы собрали статически наш бинарник или библиотеку, к нему можно применить программу NM, кажется, кажется, и так можно применить. При этом обратите внимание на то, что некоторые символы в нашей программе не будут определены вообще, то есть неизвестно, в каком месте находится данный символ, например, вот это undefined, или вот это undefined, или принт. Неопределенные символы, очевидно, взяты из других библиотек, программа собрана, и эта программа, как мы видели, собрана динамически, да, вот, соответственно, до тех пор, пока она не загрузится в память, мы вообще не знаем, где лежит этот самый слип, вот. Чтобы посмотреть, как программа собрана динамически, с какими библиотеками, точнее, какие библиотеки ей нужны при загрузке, можно сказать LDD, вот, и тут будет написано, что вот ей нужно на самом деле только Lipsy, загрузчик и WDSO, вот. Тут есть другой пример, он называется Aout, вот. И эта программа собрана с одной библиотекой дополнительной PCRE 2. Точнее, PCRE 2.8, если быть точным. Ну вот, значит, принцип работы LDD и всякие, значит, шашни с LDLibraryPath и LDPilot, LDPilot мы в одном из домашних заданий, нет, или LDLibraryPath, ну, короче, в одном из домашних заданий LDLibraryPath мы использовали. Вот. У нас будут потом, у нас будет прям специальное упражнение на то, чтобы с помощью LDPeload перегрузить стандартную функцию из библиотеки, а потом вызвать ее. Так что мы на этом остановимся. Просто имейте в виду, что вот, если вас приперло поизучать, значит, структуру исполняемых и объектных файлов в Linux, вот ELEV как общая база и RIDELF RIDELF OBJDAMP как инструмент изучения. Еще бывают всякие фреймворки для reverse engineering, которые чуть не в все код дают да-да, бывают фреймворки для reverse engineering, но с этими фреймворками там такая проблема, что они чем дальше, тем больше в них скрытого знания, которое непонятно, как применять. Я, по-моему, говорил, я записался как-то на какую-то хакерскую академию, но в какой-то момент понял, что успехи в этой академии зависят от того, насколько хорошо я умею работать в EDOPRO. Ну, я подумал, решил, что как-то меня это не интересует. Вот, нет, не EDOPRO. Другой какой-то toolkit свободный, но тоже такой страшный, какой-то перл вокруг ГДБ, вокруг еще чего-то, с какими-то волшебными словами. В общем, я забил. Значит, что нужно для того, чтобы вашу программу можно было вообще нормально отлаживать? То есть, если вы скажете просто CCX1, с отладкой у него будет плохо. Во-первых, потому что ну давайте посмотрим. Вот, во-первых, потому что Че? А почему в EDOPRO по умолчанию? Как интересно, раньше так не было. А что будет, если я ее запущу? Хм. А, init.c. Сейчас. Да нет, смотри, о, что-то у нее не так. Вот. Значит, короче говоря, для того, чтобы программу нормально откомпилировать для отладки, нужно соблюсти две вещи. нужно, во-первых, откомпилировать с нулевой оптимизацией, потому что оптимизация может привести к такой ситуации, что вы видите, ну, просматриваете код вашей программы, а в GDBM пишет optimized out этот код у вас есть, а в бинарнике соответствующих мест его просто нет. Потому что не нужно. потому что, например, вы инициализировали переменную чем-то, а потом ее не использовали. А как в этих строках могла возникнуть ошибка, если они не длинные? А кто сказал, что у них возникла ошибка? Вы их просто просматриваете. Когда вы просматриваете исходный текст вашей программы, не в каждой строке в нижней ошибке. Нет, понятно, просто в моем представлении не так делать, когда вы ищете какую-то ошибку. Да, но ошибка-то в одной строке, а вы просматриваете все, вот у вас написано и плюс равно один. Вы ждете, что у вас будет такой код. А этого кода нету. Написано OptimizedOut, потому что не надо было увеличивать этот счетчик, он вам развернул цикл, выяснил, что у вас цикл из одного прохода. И вот это вот все, значит, разной степени оптимизации, поэтому О0. И во-вторых... Вопрос в том, что может быть такое же, что у нас в О0 какие-то ошибки всплывут? Совершенно справедливо. Или наоборот, что в О0 ошибок нет, а после оптимизации они есть, потому что вы использовали какой-то Undefined Behavior в C, да, не так, как он на данной архитектуре работает. И вроде бы все было нормально, да, но нет. Ну вот, значит, и второе, значит, требование, чтобы нормально был debug info в этом файле. Давайте мы его туда сделаем, минус G. Вот тогда, по моему представлению, должно уже все хорошо работать. Вот. То есть, минус G я вам указываю, что debug info померять не нужно. Да, 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 его можно еще там управлять качеством его формирования, но в общем, в целом, где-то так. Да, ну вот, теперь видите, как все хорошо, вот у нас даже код нашей программы можно посмотреть, и так далее. Вот это вот, это более типичное поведение вас в случае, в случае, да, да, я хочу закончить. Вот. Что будет, если вы чего-то из этого не сделали? Да, и третье, что нужно, это нужно, чтобы был доступ к исходникам. Потому что, если мы скажем вот так вот, то все хорошо, но он скажет, что, а где файл-то? Файл, исходник-то где? Покажите мне исходник, я покажу, какая это была его строчка. Диалогов у вас есть, исходник и нет. Вот. Если мы написали A две точки, то он его увидит. Ну? A две точки, он его увидит. Ну, нет, не две точки, а надо было загрузить конкретное, это исходник с конкретного места. Он его просто не нашел, в принципе, да? Там исходники, наверное, там написано, джуслист. Так, по очереди. Ну, то, что там, наверное, написано, что он... А, да-да-да. Мы из него передвигаем, то он же не может найти. Естественно, он не знает, где искать. Он же носит на себя. И можно, да, ему нужно прямо указать, где лежат исходники. Именно. Теперь вы, Алексей. Вот, лист, точка, турист, карта, афейшн, и... А, это чтобы вывести? Да. Да. Это просто, чтобы вывести. Вот. Значит, у вас, как всегда, магия слов иногда включается. Вот, очень хорошо, что мы эту магию, как это, элиминируем, потому что, понятное дело, что если я включил все у вас, то кого-нибудь тоже включите. Вот. Тем не менее, отлаживать что-то можно. Просто вы будете видеть, код не на си, а на ассемблере дезассемблированный. Ну, потому что бинарный, это бинарный код дезассемблированный в ассемблере. Там будут встречаться имена, давайте мы это попробуем. Кстати, давайте мы это попробуем. Во! Смотрите, принт работает. Это мы зашли в какую-то библиотеку, от которой есть дебаг-инфо. Зря я так сделал. Давайте еще разок. Во! Бум! О! А вот тут уже мы, конечно, вот... Во! Вот здесь вот мы уже не можем посмотреть... Ой! А, это... Ну, короче, мы не можем посмотреть содержимое функции main. К сожалению, мы не можем это сделать. Ватс. Ну, мы можем, наверное, поддезассемблировать, сказать вот так. Умеет, просто я не помню как. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, он дезассемблирует, причем, то самое место, в котором, даже видите, print есть. То есть, это наш код. Вот. Print там есть, slip там есть, который потом будет вызван. Вот. Просто, ну, исходников нет. А лаялтас, ну, чтобы по умолчанию сразу показывал его, да. Такие дела. Значит, тут возникает некоторый вопрос, как отлаживать ситуацию, когда у вас есть исходники и debug info к вашему собственному коду, но вы же пользуетесь функциями из другого кода. Вот, если мы сюда посмотреть, вот, у нас есть printf, у нас есть слив, и это все какие-то функции, которые мы сами не писали, исходников и debug info от которых может и не быть. Эта проблема в составах дистрибутивов решается следующим образом. Давайте мы посмотрим какой-нибудь пример, до которого мы как-то ни разу не добрались за последние годы. Так, может быть, с него начнем. Вот этот пример. это довольно большой кусок кода скопированный, кажется, из хилпа по библиотеке ПЦРЕ. Perl Compatible Regular Expressions. Вот. Значит, судя по тому, что тут есть проверки ошибок, это точно не то, что я написал в торопях на лекции, это, видимо, и откуда скопипасть. Вот эта библиотека ПЦРЕ, она у нас стоит, а дебагг-инфо к ней нету. Давайте это убедимся в этом. Или есть? Есть. А, ПЦРЕ-3 дебагг-инфо есть, ПЦР-2 дебагг-инфо нету. То есть, если мы сейчас попробуем отлаживать эту программу, то мы упремся в ситуацию, когда мы зайдем в библиотеку эту самую ПЦРЕ-2, девил-версия есть, то есть инклюудники, вот это вот все. А дебагг-инфо нету. Ну, давайте попробуем. ПЦРЕ-2 дебагг-инфо, что там, ПЦРЕ-2 дебагг-инфо, минус-л ПЦРЕ-2.8, по-моему. Да, сейчас. ПЦРЕ. Вот. Нет? А, спасибо, дорогая, чтобы я сейчас перебил себе исходник. Вот. Во. Вот это вот ПЦРЕ-2.8 дебагг я не вижу. Возможно, его нету. Попробуем его, попробуем его отлаживать. Вот. старт, это такой макрос, он делает две команды. Давайте мы, я сейчас посмотрю, насколько. Да, вот. Старт делает две команды. Сначала он делает run, но при этом автоматически заводит breakpoint на функцию main, поскольку вся программа на хи, которые являются запускаемыми программами и содержат функцию main, там всегда есть функция main, всегда можно сказать breakpoint main и сейчас, show breakpoints, да, вот. Вот он. Нет. а как посмотреть breakpoint инфа. Вот видите, вы больше меня с ним возите, я раз в год с ним, не раз в год, конечно, я когда мантеню всякий пакет, я с ним встречаюсь, но на постоянке я, конечно, в нем не тыкаюсь. Ну вот, да, значит, после чего, можно сказать run. Run, это значит запустить загруженную в память программу с самого начала. Вот, пожалуйста, вот. То же самое делает команда start, только одновременно это удобно. Я когда готовился к одной из лекций, обнаружил команду start, понял, что это жил в дом. Вот. Что мы сейчас, что сейчас произошло? Мы запустили нашу программу под управлением дебаггера, она наткнулась на breakpoint, который мы поставили. Вот он. Он был поставлен на имя main, то есть мы видели, что имена доступны даже в бинарниках, лишенных какого бы то ни было debug info. И без имен просто работать не будет линкования. Вот. Здесь мы можем в абсолютно таком командлайновом режиме ни в коем, ни разу, значит, не претендуя на юзер интерфейс, просто сказать list. Это что? Че, плохо отлазил? А. А где минус O, минус G, к D, B? А? А? Минус O2, минус G. А. Повторим наше упражнение. Вот. Совершенно другое дело. Ну вот. Вот наша программа, которую кусочек мы можем посмотреть. Вот. Понятное дело, что интерфейсы более красивые, всякие уишные к этой штуке будут вам показывать красивые. Вот. Но даже не выходя за пределы одного только GDB, мы можем уже вот посмотреть, что там происходит. Вот. Командочка next. Командочка next у нас пошагово проходит все. Закончилось. Почему? Потому что она нам вывела. Надо было вот так написать. Кстати сказать, сразу, сразу замечание. Если вы напишите вот так вот, тут видите, она говорит, нужно два параметра. Это PCE-DEMO так наустроено, что ему нужно сначала регулярное выражение, а потом в чем его искать. Вот. Так вот, если вы так напишите, то это будет неправильно, потому что GDB будет считать, что это все его параметры. Вот. Поэтому есть два способа. Либо вы делаете вот так вот, делаете kelp run нету. Set args да. Что там у нас? A точка звездочка B вот так. Во! И теперь делаете run. да. Теперь она работает. Вот. То есть либо вы задаете args вручную прямо уже внутри атланчика, вот, либо вы используете атланчик вот так вот. Вот так вот. GDB минус GDB минус-минус args. Одна и один. Вот кто-то, кто-то опять же лучше меня этим владеет. Вот. Кажется, два тоже можно, нет? А я пробовал. Вот. Понятно, что сам GDB настолько старый, в смысле, в его истории настолько велика, что когда его начинали писать, еще вот этого договоренности о том, что два минуса, значит, с двух минусов начинается полнословный ключ, ее просто не было. Вот. Ну вот, тогда она запускается как надо, вот, пожалуйста, run, нам выдал все, включаем, включай вывод. раз. О! Нет, говорит, дебаган for у вас для libpcre2. Такие дела. Давайте попробуем убедиться в том, что происходит, когда его нету. Значит, мы говорим bmain, ну или start. Мы начинаем проходить его пошагово. и это все хорошо. А вот здесь, вот по цире 2 compile, я скажу не n next, а s step. n это проход по тексту подряд, а s это попытка залезть в функцию. Мы залезли в функцию, а почему она работает? А откуда дебаган for? А, он ее нашел. Ну, зараза. Не получилось. То есть, по идее, он должен был поругнуться, да? Да, по идее, он должен сказать, ну вы эту библиотеку, значит, вы, конечно, с ней что-то такое собрали, но у вас divagon for от нее нету. Вот. Не знаю. Здесь-то понятно. еще раз про инстинец. Я вот не понял. Вот мы работаем с какой-то внешней библиотекой и международной мы работаем с какой-то программой, она зависит от 150 внешних библиотек. Мы наткнулись на ошибку, вопрос где? Да. Вы расставляете просто контрольные точки внутри своей программы. И выясняете, что она в какой-то из 150 внешних библиотек, дальнейшие ваши действия. Ну, в какой-то. Да, в какой-то. Можем. Дальше ваши действия. Ну, если у меня нет исходных ходов. Они есть. В линуксе они всегда есть. Ну, перезаграли для тех. Какую всю? Значит, ее надо отлаживать. Короче, вообще-то, по-хорошему, надо сначала локализовать ошибку. Вот. Ну, хорошо. Ран. О, брэкпоинт. А у нас есть от getenva. У нас есть от getenva. Короче, к сожалению, мой тенд не готов. Мне надо найти какую-нибудь библиотеку, которая внешняя, но от которой нету этого. Debuginfo. Ладно. Меня потерпела неудача. У меня все debuginfo есть. Вот. Хорошо. Значит, как мы с вами видели, у нас есть понятие breakpoint. Да? Давайте еще раз этот ex1. Давайте заглянем в наш ex1. Там функция вызывает функцию вызывает функцию. Это нужно, чтобы посмотреть, как stack trace работает. Вот. Вот этот самый ex1. Давайте мы, значит, его скомпилируем как надо. Что тебе не нравится? Минус g сказал. Вот. gdb ex1. Start. Вот мы туда влезем. Мы можем, например, поставить breakpoint на какую-нибудь функцию, fun2. Она у нас есть. Ватс. Можно еще по строке. Можно по строке. Да, да, да. Можно. Давайте поставим еще b18. Можно даже по номеру инструкции в ассемблерном коде. Вот. Ну, потому что если у вас ничего другого нет, то остается только такой вариант. Ну, не в ассемблер, а в дезассемблерном. Ну, вот. Если мы сейчас скажем run, то она становится сначала на 18-й строке, кажется. Yes. Давай сначала. Вот. На 18-й строке. Потому что у нас два breakpoint. Три еще main. Да? говорим continue. Можно так. Вот. А можно так. О! Вот она подумала, остановилась на fun2. Вот наш контекст. Fun2 это самое. Вот. Тут можно, значит, вот. Такие дела. Примерно так это все работает. Примерно так это все и работает. Все. Это мы уже вылезли за пределы, за пределы мейна. Мы сейчас отлаживаем исполняющую систему C после того, как мейн завершил работу. Ладно, поехали. Все. А, нет. А, да. Ну вот. Значит, это что касается командочки continue. next step сказали. Еще есть прекрасная команда finish и advance, которая предназначена для того, чтобы, когда вы упали в каком-то stack trace или остановили программу в каком-то stack trace, вы находитесь где-то глубоко в библиотеках. Было бы неплохо посмотреть, кто их вызывал и так далее. Ну, сейчас мы это все увидим. Значит, или не сейчас, чуть позже. Давайте пока еще examine, print, вот это все. Так. Ну, конечно, старт. Вы можете прямо из дебангера просто посмотреть, чему равны какие-нибудь переменные. Причем он довольно умный. Он может вот так сделать. Так не может. Или даже вот так. А это уже RgE. Ха-ха-ха. Тут мы сталкиваемся с таким довольно типичным для C, исполняющейся системы. Нет никакого RgV2. у нас RgV был равен чему? Ничему. Единицы. Там был только RgV0. RgV1 даже не было. Что это такое? Это начало RgVe, начало области environment. Никто вам не сказал, что это так. RgV в памяти лежит как? Ссылка на первую строчку, дальше ссылка на... Дальше 0. А следующий элемент это вот это. Давайте посмотрим, что там 3. Вот, видите, да? Это ваш environment. Вы просто уехали вперед. Никто вам ничего не скажет. Сложность. Но C такой уж язык, да? Вот там это все из коробки. Вся вот эта вот. Да. Ну, неважно. RgV0, по крайней мере, мы точно знаем, что это наша программа. Я их садят. Во. Все, все, все четко. Вот. Что там еще у нас есть? Что можно посмотреть? Давайте мы начнем цикл наш. Вот. Можем посмотреть E какой-нибудь... Можно даже сказать ему шоу, что ли. Он тогда будет постоянно показывать. Или не шоу. Ну, неважно. Вот. Что можно помимо брекпоинта? Можно поставить watchpoint. И тогда мы говорим continue, а он останавливается в тот момент, когда меняется содержимое этой самой переменной E, точнее, адреса с ней. O. C. Это такой макроассемблер. Да? Очень просто проверить, что содержимое конкретного адреса или регистры, если это регистровая переменная, изменилось. Вот. Так что адрес, конечно. Я думаю, что даже, даже в данном случае это адрес на стеке, потому что это локальные переменные функции main. А давайте посмотрим. Это же легко посмотреть. Вот, пожалуйста. Вот это вот 7FFF означает, что это нечто, расположенное наверху адресного пространства, ну, стопудовый этот стек. Давайте посмотрим, чему равен SP. Да он там где-то сам прям рядом, смотрите. Давайте посмотрим. Только, только examine 20x, наверное, да? Вот. Вот, пожалуйста, вам содержимое стекпоинтера, начиная с 210. стекпоинтера у нас растет куда? Вниз. Где там наши переменные и в результате? Вот она. Да? 228. Только почему-то здесь 233. А, или вот эта 204. Блок 0-1 тоже. 228-0 и 0-1. Да, 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 да. Вот она. Вот. Такие дела. Значит, здесь я написал командочку examine. Посмотреть 20-60-ричном виде, начиная с адреса содержимый регистр стекпоинтер. Такая вот. Такая вот командочка. Там, да, 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 она немножко жуть, но, как бы, их не так уж много, как кажется. Другое дело, что если вы с этим не имеете каждый день общения, то запоминать это на один раз смысла никакого нет. Это понятно. Проще каждый раз подглядывать в документацию, что я обычно и делаю, если у меня что-то такое, чего я не знаю наизусть. Это мы смотреть display. Display. Команочка display приводит к тому, что у вас эта переменная будет вообще на каждом шагу выводиться. 20. А еще мы падаем на watchpoint каждый раз. Еще будет catchpoint. Catchpoint – это ситуация, когда вы ходите, либо вы словили исключение C++, либо вы ходите к system call. System call тоже считается catchpoint. системный вызов, там в write какой-нибудь. Ну, кстати, можно попробовать сказать ему еще catchpoint какой-нибудь в write и посмотреть, что получится. Либо когда произошло плюс-носное исключение, либо когда произошел system call. Help catch. Давайте посмотрим. А, catch this call. Что было проще? Catch reception, ну и так далее. Catch отдельный экзек, если вы можете, если вы можете посылать только экзек, если вам нужны именно экзеки, ну, в общем, такое. Catch throw – это, собственно, когда эксцепшн возникает, когда его только посылают, не когда он принимается, когда он посылает, ну и так далее. Вот. Это все посмотрели. Утилита dump, вернее, dump – это запись какого-то dumpа, того же самого, что вы хотите на экран, только в файл. Не так интересно. Давайте все-таки вернемся к нашему backtrace. Давайте очистим все это безобразие. Поставим у нас backpoint, breakpoint на fun2. Мы помним, что там main вызывает fun1, fun1 вызывает fun2. Запускаем это дело. Вот мы остановились. Backtrace показывает трассировку вызовов. Ну, собственно, то, что называется stack frame. мы помним, что вызов в классических бинарниках функции происходит таким образом, что весь контекст запаковывается, кладется на stack и еще туда кладется ссылка на предыдущий. Поэтому, ну, на предыдущий frame. Поэтому очень удобно рассматривать наш stack как просто связанный список этих фреймов. Вот эти связанные списки этих фреймов перед нами. контекст вызовов fun2, контекст вызовов fun1, контекст вызовов main. Мы можем посмотреть, чему у нас равно там... Ой! А мы уже что, вызвали fun1? Там return уже сейчас будет. Мы можем посмотреть, чему равно n в контексте fun2. Можно подняться на один контекст выше. Мы попадаем в контекст fun1. Можно посмотреть, чему равно c. Можно подняться еще на один контекст выше. Вот. ну и то же самое down до нового должен звук обратно фон 2 вот соответственно у вас например в этом месте произошла ошибка но возможно не в этой функции ошибка возможно ей уже приехал ну pointer какой-нибудь вы хотите узнать в какой из функций вам приехал ну pointer вот вы гуляете по этому контексту вызову посмотрите где где она была так значит естественно вы можете вносить прямо изменения в но значит это в то что тут написано реально вот если сейчас сказать continue снова выпасть вот здесь вот написать n равно 100 500 только не менее там как-то по-другому это нужно сделать забыл да 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 что будет если все-таки здесь будет не 0 вот тут сет сет это настройка окружения set war это внутреннее время а segment ну а тут написано print x равно 4 ну давайте попробуем но я не уверен что это так хуху похоже что да правда вот она вот такие дела почему print непонятно ну ладно то что мы просматривать не будем большинство больших таких папа полноценных платформ тик 8664 поддерживают запоминание контекстов уже выполненной программы и отладку назад вы можете начать стрелочка назад в дебагере понимаете перейти к предыдущему состоянию предыдущему состоянию предыдущему состоянию вот понятное дело что это не универсальное если например ваша программа удалила файл за это время то никто восстанавливать не будет но контекст выполняемой программы вот этот да все можно сделать обратно вы можете перейти к предыдущему состоянию вашей программы контекст выполнение программы запоминается можно даже проигрывать эти кусочки вперед-назад но этим я не пользовался никогда откладка назад иногда будет удобно у вас чуть вычет попортили сейчас учет свалилась а дать посмотрим где мы свалить такие дела значит теперь давайте возьмем пример вот этот в котором происходит всякая всякая чертовщина со стеком вот смотрите какой прекрасный код у нас есть функция она за счет присваивает переменной бы значение 7 вызывают функцию тесты передовой адрес бы вызывает функцию тесты 2 а потом печатает печатает это бы на экран что происходит функции тесты функции тесты не происходит ничего там определяет переменная ей присваивается значение а потом ничего не происходит что происходит функции тесты 2 там переда какая-то примерно ей переслаиваться какое-то значение а потом ничего не происходит обе из этих функций по идее ничего не должны делать давайте посмотрим как они ничего не делают и так мы в б заносим 7 а потом его это бы выводим после вызову двух функций которые ничего не делал ну как бы очевидно что там есть какой-то подвох да вот как так вообще произошло почему ничего не упало почему cc не ругнулся ноки если я скажу минус вол он ругнется причем укажет на в правильное место вот эта ошибка это тоже ошибка но вот это главная ошибка это нециализированная переменная а но не всегда так бывает что этот минус вол мы сами сделали да давайте попробуем отлазить это в gdb почему все-таки это так никто ничего не поймал да а вы там где-то значит присвоили трэш в этот самый или у вас так смешивая стака считали очень интересные значения и давай их использовать стопудово вот ну что значит как мы будем ловить эту ситуацию давайте мы просто посмотрим раз уж нам предупредили чему равно а вот в этот момент б какие там у нас есть функции тесты тесты 2 да вот давайте это посмотрим б тесты б тесты 2 с поехали вот вот мы влезли влезли в тесты да можем даже не здесь смотреть а вот здесь ему передали некий адрес ничего такого что ему передали адрес нету правда это ничего не должно портить окей чем уровень кстати этот адрес давайте посмотрим в 64 вот чему равно п и 220 сейчас мы записали в ой это бектрейс а как обратно или почему а у короче мы записали в переменную x это самые 220 мы записали с кастингом тут да ну мы записали вот переменную x это и 202 потому что адрес 6 6 разрядного 6 разрядный вот давайте посмотрим сейчас на содержимое стека как там экзамайн ну скажем 32 32 x доллар сп сп вот чему нам нравилось давайте даже сделаем так минус 0 x 10 вот вот отсюда начинается наш стекпойнтер вот наши локальные переменные которые сейчас лежат на стекпе вот это это наш наш наша переменная x давайте убедимся в этом 1f 8 1f 1 2 3 4 5 6 7 8 наша переменный x вот это видимо наша переменная какая там п в мы не но нам уже это не интересно нам интересно что вот этот конкретно 1 1f 8 у нас сейчас заполнился адресом п после чего мы как это смело вышли из этой программы из этой из этой из этой функции вернулись мы обратно в седьмую строчку вот сюда а нет еще не вернулись вот теперь мы вернулись и сейчас мы вызовем функцию тесты у функции тесты параметров нету у него нет локальных перемен у нее есть локальные перемен параметрах у нее нет у нее есть локальные переменные это переменная а давайте ради интереса посмотрим а чему равен ее адрес опа это тоже самое место на стеке где у нас лежала переменная x ну понятное дело мы зашли в контекст функции поработали вышли из функции у нас так оказался в том же самом состоянии как и буду мы снова зашли в контекст функции логично ожидает что локальные перемены будет в том же самом месте стак только на инициализированная но это мы думаем что она не цели зерва но инициализировали в прошлый раз в другой функции это место стак удалилась как можно удалить число из памяти алексей что такое удалилась куда до стек стек это значение стек это значение регистр стекпоинтер а удалить ну как бы можно обнулить вот но никто так не делать можно собрать со специальным этим самым стек протектором можно собрать со специальными этими самыми вот заливанием очисткой памяти за собой это будет работать пипец медленно стек протектор это прям большая гора кода который действительно проверяет ходим ли мы в такие места которые нет ну можно стать их можно динамик можно вал грин там все великим и могучим вот такая вот забавная история причем это гарантированно работающий код он гарантированно работает именно так возможно на какой-нибудь 32-разрядной архитектуре будет не так работать вот там надо вместо лонга писать какие-то другие форматы чтобы адрес размер адреса совпадал кости вот а в остальном вот такая вот вот такая вот перепень вот ну короче вот он этот 42 как видите такой у игрушечный пример того как лазают лазают в случае есть что-то развалилась по пространству пространству нашего исполняемого файла вот все мы это сделали все мы это сделали обнаружили даже где там в стеке лежит лежат красиво интересные переменные наши всякие вот такие дела значит из чего состоит да значит девел пакет как мы с вами помним ну скажем все тот же ли пц либо пц р е девел состоит из документации по внутренним функциям потому что документация по функции нужно только разработчикам разумеется вот идет а может не быть если это какой-то хардкорный пакет из специальных библиотек которые совпадают давайте посмотрим вот этот пц р е 8 как он как это устроено это было неправильное слово вот это было правильное слово вот это собственно ваша библиотека вот этот файл у которого версия только сунейм остался которая тека версии 0 а эта версия пакета минорной версии вот это все содержимое пакета липы царе 28 а вот это содержимое пакета липы царе девелл зачем оно такое а затем что какая был какой бы не был со нами вашей библиотеки и там минорный версии вы всегда можете сказать минус или пациенты у вас что-то соберется вот поэтому для того чтобы хоть что-то собиралась нужно обязательно иметь собой девел пакета но об этом можно с вами говорить вот давайте кстати вот так сделаем мы сразу увидим да вот эта часть девел пакета а вот эта часть основной библиотеки вот еще в еще в состав библиотеки входят инклюдники разумеется и скрипты для утилиты pkg-config а также возможно цимык ежели у вас есть цимык а также возможно еще других это инструменты адаптации к окружению о котором мы будем говорить на одной из лекций вот как раз авто тумс цимык и пока конфиг тоже в том числе к окружению вас это ситуация когда вы говорите а вот я хочу собрать там с поддержкой пациенты а какой пациенты есть а как с ним собирать а где вы библиотека где вы инклюдники на разных системах по-разному бывает только в линуксе более-менее одинаковые то нет потому что у разных сообщества разного например вот это лип 64 на них архитектурах отсутствует там лежит все сразу в либе в бирже в а с чего состоит дебаг инфо пакет тут надо сказать что совершенно необязательно для того чтобы отлаживать программу ну скажем на си ставить исходники всего липси эти исходники могут приехать к вам с дебаг инфо пакетом давайте посмотрим как выглядит у нас пицерье 2 девел отсутствует потому что я специально его удалил а вот пицерье 3 например есть дебаг инфо а вот они это все те исходники которые упоминаются в отладочной информации а это специальные куски файлов которые дописываются в которой умеет лазить гдб в которой все нужны дебаг инфо лежит дело в том что по-хорошему никто бинарники и библиотеки прямо с дебаг инфо в обычной версии библиотек не кладет ну потому что смотрите видите двадцать три килобайта какого-то кода а если от него по удалять дебаг инфо то размер уменьшается почти в два раза наоборот делается не так блин дистрибутивах делается не так где линз дистрибутивах все абсолютно копируется с дебаг инфо потом из дебаг инфо отрезается переносится в дебаг инфо пакет вот виде таком вот и там хранится а еще к нему приезжают еще исходники до кучи причем в этом дебаг инфо написано что исходники лежат вот здесь вам даже не надо заморачиваться указывать место вот это все соответственно теперь если мы отложим программу написанную и у нас стоит дебаг инфо пакет ну скажем от липси то мы можем смело заходить и сочетать исходные коды принято вот этого всего ну вот смотрите вот да только не rx1 вот мы сейчас раз сейчас мы в принт зайдем степ вот пожалуйста мы залезли куда-то в принт фон там его исходники какие-то да мы можем и дальше залезать все глубже 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 вот может куда-то там довольно глубоко залезли на 5 уровней вот и вот все эти исходники они как раз лежат потому что у нас есть установлены в системе или пси гады дебаг инфо вот если дебаг инфо у вас нету вообще это не беда все приличные сообщества например а клинокс предоставляют так называемый дебаг инфо сервер с которого можно скачать дебаг инфо информацию если ее нет реально говорите вот так и попытаемся сейчас отлазить пресловутый по царе дема а мы его без дебаг инфо собрали сейчас минус оба пцр я его с по стрипал точнее чё а минус пель пцр я 82 до 8 нет 82 28 их там много разных версий а он его скачал что ли уже давайте мы его удалим старт о видели да он взял и отдельно скачал парочку дебаг инфо более свежих чем были чем были в системе один из которых просто отсутствовал нас отсутствует да 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 вот 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 это вот вот сидя на там ну короче вот это мы сказали что дебагин фору в принципе можно поставить пакет состоящий из одной из шел скрипта в одну строчку который вам ваш профайл поставит вот это дебаг инфо и у вас каждый раз будет пытаться скачивать как только запускайте гдб он сразу пытается будет пытаться скачивать все нужны дебаг инфо с нужного сервера вот такие дела довольно удобно потому что ну как это не будет же каждый раз рутом рутом не будешь же ставить эти пакеты а вдруг вы не рут на этой системе а вот скачать их вот легко они раскладываются там куда-то в кэш как мы только что видели лежат там никого не трогать и про здоровый дебаг инфо от какого-нибудь этого самого слать силанга занимает типа 2 гигабайта ну как-то так большие у нас помнится вся вот да или или один гигабарит ну короче она ними не мысли кронить хрома кроме хромиума девагов общем не мысль вот значит что еще можно поглядеть вот в этом в эту сторону что можно поглядеть вот есть есть значит какая-то статья чувака алана донела этот ауна дону он алексей нас предупреждал что он это не специально вот он основал какую-то школу хакеров да вот вот сразу видно что хакер использует к слову лид причем хакер из прошлого тщеленься вот значит ну короче статья на самом деле очень милая он рассказывает как пользоваться гдб в качестве репла для си ну в общем да есть учебник вот прям так и называется дебагинг вид гдб вот что нужно иметь в виду гдб может не захотеть на вашей операционной системе присоединиться к уже работающему процессу начать его отлаживать для этого нужны специальные настройки системы кернил я по трейс точнее включенный вот с помощью которых умелый пользователь гдб может получить доступ к некоторым ресурсам которым ему доступ получать не надо причем это логически неотменимая ловушка поэтому обычно на машинах вот этот самый паттере скоп паттере скоп выключают вас сейчас давайте посмотрим в это нельзя таким образом запачить чтобы паттере скоб работал доступа к той информации которую вам не нужно видеть не было нет не буквально там довольно небольшой область атаки и кажется только на чтение но она есть вот соответственно да ладно а потому что сиск тэль до греб я сказал чё вот вот его нужно выставить в ноль вот если он выставлен в ноль то выгоду доступ можно да вот сейчас дать посмотрим какой-нибудь процесс попробую отлаживать никакой мы не можем отложить процесс ну хорошо ну неважно короче у меня поняли вот если он выставлен в один надо выставить в ноль из под рута или настроить вот такую настройку или какую-нибудь другую настройку систем дм это умеет иначе иначе вы не сможете подключиться к соседнему процессу давайте все-таки это сделаю чтобы чтобы продемонстрировать как можно подключиться к соседнему процессу да у нас просто есть еще одна интересная тема я тороплюсь из-за этого так 46 205 о успел вот я подключился к работающему процессу номер 46 205 вот если бы я мы это не было и он тут видеть тормознулся потому что мы здесь вот находимся в состоянии мы тормознули вот я сейчас скажу здесь continue то он там продолжится вот видите я скажу здесь control c он опять там подвис а здесь мы смотрим в каком мы вместе находимся где-то кстати внутри внутри какого-то вот внутри какого-то вызова внутри на нас липы естественно да такие дела ну вот за счет а если я все скажу quit он там пройдет работать он задетачился и пошел дальше работать такие дела значит если это кстати такая тема как вообще отложить удаленный процесс если эти процессы хавают ваш терминал и вы не можете отладывать их с этого самого например помните у нас был на первом же на первой же лекции был теперь налпложек который делался вот так да вот как это отложить вот отлаживать это так мы берем запускаем gdb сервер gdb сервер около хост хост порт ну скажем 5000 и этот самый скрин чё тебе не понравилось а ну ладно чё какая-то ошибка сайте смотреть параметры у ком прок а чё не так чё сделал неправильно ты дырик девайс хост порт а мы в 01 минут они перешли да 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 все я понял вот здесь да да вот а он ее не запустил потому что мы не запустили он ждет он и только загрузил это аналог запуска гдб теперь мы говорим гдб все тот же прок потому что нам нужно исходники иметь тоже а где запустил а я вот тут запустил да вот гдб прок скрин здесь гам target ремонт local хвост 5000 таргет давайте попробуем чем там он висит на вводе вот она она на том экранчике было давайте еще раз дать что-нибудь более хитрый запустим там же был что-то более хитрый windows какой-нибудь cc минус о 0 слушайте мне кажется что основная идея понятна до картинка здесь да вот пен вот он эта картинка вот здесь она висит на вводе нажимаем ентер 20 значит текстовые интерфейсы значит как уже тут кто-то проронил у нас был вариант вот такой вот гдб минус туи да а вот он даже чё-то такое умеет нельзя сказать чтобы это сильно меняло дело но по крайней мере людям которые привыкли видеть перед глазами исходный код да им несколько несколько удобнее несколько удобнее делать вот так да да там вот с этой твой надо уметь обращаться надо внимательно читать как с ним делать стрелочки эти тоже ну короче вот но понятное дело что к нему еще есть куча разных других интерфейсов вот есть cgdb который как-то не очень хорошо работает последнее время на нем люди забросили такой да есть всякие интерфейсы на куты интерфейс на голым x вот гф и прям вот на голым x написаны вот а еще есть два проекта которые представляют собой веб-интерфейс к гдб почему довольно простой написаны тупо на питончике у него с одной стороны он ходит гдб api а другой стороны он просто вывешивает соответствующий сервис у этих проектов есть одна изящная подробность один из них называется гдб гуи другой гдб фронт-энд года от года то один то другой немножко ломается вот этот чувак который пишет гдб гуи он разбирается в гдб но у него странно с питоном очень странно с питома тот спрашивает если в планах выкладывать лекции в vk или rutube нет лекции выкладываются в яндекс там им хорошо живется и в мейлроне тоже выкладывать в видео видео хостинг они не выкладываются потому что вот ни один за видео хостинг со мной не согласился работать по-человечески хотя rutube вроде стал получше последнее время но в общем у меня пока с ними получилось да так вот значит в этот раз сломался гдб гуи потому что у него зависимости сразу на более высокие более низкие версии одних и тех же питонных модулей поэтому мы с вами воспользуемся в гдб фронт-эндом значит выглядит это буквально так говорим пип инсталл 3 install gdb фронт-энд он уже он вам что там все уже есть ну короче он вам его скачает у него даже помп зависимости нету там человек написал все одной большой пачкой делать скрипты там же нам все никаких никаких зависимости говорим о гдб фронт-энд минус п ну скажем 5000 а нет давайте мы сначала зайдем зайдем на этот linux праг с пробросом порта мы должны опубликовать этот порт поскольку поскольку ух время кончается поскольку linux праг это виртуальная машина которая доступна только по очень сложному протоколу внутри нашей офисной сети но она выведена в гостевую сеть поэтому из нее ничего не видно мы не можем там вывесить 5000 порта на него зайти отсюда но мы можем этот порт пробросить по ссх примерно так локальный 5000 порт пробрасываем сюда на локал хост на 5000 делаем так дальше заходим начну этот самый linux праг 04 сюда говорим гдб фронт-энд минус п 5000 ведь он говорит я там до 127 0 1 вам покажу но это 127 0 1 черт знает где но мы же сделали мы же сделали проброс порта вот он поэтому здесь находим на локал хост 5000 чем мы видим мы видим гдб там что окошечко лизе вот лозу депью ты был загружаем программу наш вот нажимаем клопа поехала вот backtrace все все дела красота вот абсолютно из ничего как понимаете да поставил один пакет ну туда и значит пробросил порт вот насколько это удобно ну как бы факт того что он нам тут нас тут доступен команд лайн гдб не может не радовать это значит что как минимум мы можем пользоваться гдб да а она в принципе вот тут какой-то будет вокруг да вот тут человек с ником тупо лучший император совет говорит что еще гфы вот гфы гфы это как раз гфы это как раз вот тот самый интерфейс на голых иксах но он на голых иксах он кажется его кажется нельзя хотя ему надо может с этой стороны запустить и туда пробросить наверное может но тут вот там ничего не нужно вообще ничего не нужно кроме броузера и пипа на стороне за счет на стороне этого сам на стороне клиента вот последняя тема на которую ну осталось еще некоторое время и эта тема про то что для гдб можно писать отлаживающий сценарий можно написать на гдб некий скрип который что-нибудь запустит вашу программу поставить брэкпоинт и пощелкает эти брэкпоинт и на таком тиза становится чуть выведет и так далее причем на самом деле это звучит как-то страшно а в действительность это довольно простая штука вот собственно все команды которые есть в гдб сценариев if else while loop loop continue and все простая вот так выглядит например да значит есть несколько несколько статей на этот счет например статья все того же все того же чувака нет другого чувака вот про то как он кстати гдб ту и видимо использует видите да вот про то как писать скрипты на тут вообще про гдб статья но там есть про то как записать скрипты тоже вот вообще Вот эту конкретную статью имеет смысл отщелкать в плане подготовки к домашнему заданию нашей лекции. Она короткая, достаточно короткая и достаточно познаватель. Просто отщелкать, прям все примерчики поделать. Вы будете владеть ГДБ на уровне 1, это уже очень немало. Еще один вариант, это прям скриптинг ГДБ. Причем от... Это кто такой? Серафим Димитриополос, не знаю, забыл кто такой. Я помню, что коридант. У него прям вот есть твитурел. Как писать скрипты на ГДБ. Прям отдельный твитурел. Опять же, видите, он очень короткий, потому что на самом деле все просто. Ну вот, давайте попробуем... Давайте попробуем вот этот пример прям скопипастить. В каких случаях может понадобиться писать скрипты для ГДБ? Это тестирующий скрипт. Мы хотим, чтобы он там 18 раз вызвал функцию, а на 19-й выдал нам какое-нибудь данное. То есть для каждой программы своего не дали скрипту? Да, конечно, конечно. Ну и если у вас есть какой-то фреймворк, вы ставите брейкпоинт в этом фреймворке, делаете для него какую-то логику достижения того места, которое вы хотели достичь, дальше вы запускаете программу, она час работает, никуда не попадает, а вы не смотрите, потому что это скрипт. А через 2 часа приходите, а у вас уже готовый трейс лежит. Ну, для чего еще пишут скрипты? Для того, чтобы не делать все руками, исключительно этого. Для чего еще даже скрипты? Вот. По секрету скажу, еще сделать... А еще скрипты пишут для того, чтобы сделать домашнее задание по этой лекции. Да, ну вот, значит, что? Вот у нас есть фунт 2 наш замечательный, да, вот этот фунт 2. Сейчас давайте мы для него напишем скрипт, который что делает, сейчас разберем. Это фунт 2, это что? Это, это, екс 1, видимо. Вот. Прям скрипт, что тут написано. Написано тут буквально следующее. Во-первых, запретить, запретить вызов по джинейшн, когда, когда большая портянка выводится, не пытаться, не делать каждые 80 строк ожидания ввода. Вот. Да, тут, значит, человек еще говорит, что есть ЛДБ, в том смысле, что если у вас, если у вас все собрано с помощью цланга, то ЛДБ, это тот, который отладчик от цланга, покажет вам больше информации и будет более совместим сам с собой, чем ГДБ. Это правда. Вот. Но мы работаем с, ну, толчейном, как бы рассматривать много разных толчейнов не входило в наш план. Вот. Тем более, что они почти одинаковые. В смысле использования. Ну вот, дальше мы говорим, брейкпоинт фунт 2. В случае, если, это такой условный брейкпоинт, так можно было и не в скрипте сделать, так можно было и руками тоже сделать, мы просто этого не посмотрели. В случае, если, n, это параметр фунт 2, равен 90, меньше, больше 98. То есть, вот, когда он будет больше 98, вот тогда, там, и, значит, его и... Это брейкпоинт сработает. В случае этого брейкпоинта, выполнять команду номер один. А именно, вывести stacktrace и продолжить работу. Дальше run и quit. Вот этот скрипт, поскольку он начинается с run и заканчивается quit, он выполнится вообще без нашего участия, такой интерактивный ГДВ, который добудет backtrace от состояния нашего процесса в момент срабатывания брейкпоинта на функции фунт 2, если ее значение n больше 98. Пробуем. Так, а как это делать? Там соус надо вызывать. Забыл. Хорошо, давайте пробовать. Не помню. Можно, конечно, просто скрипт вызвать. Че там? Давайте вызовем скрипт. gdb source x1 .gdb Так, что не так? А! Да, мы же здесь здесь же мы не сказали загрузить ее, да? Да, окей. Тогда, значит, gdb x1 и здесь source больше чего она должна быть? О! Вот. Все чуки-пуки. Вот. Более того, я абсолютно уверен, что gdb можно заставить в абсолютном пакетном режиме это сделать. Это только мы сейчас руками его запустили и сказали source. Наверняка там можно какую-нибудь команду минус source придумать и это читайте документацию и там все будет. 20. Да, совершенно справедливо. Значит, Димка Димка, который не первый раз уже с нами в наших разговорах, говорит, что вообще-то в gdb есть встроенный питон. И скрипты на gdb, можно писать на питоне. В общем, скрипты на питоне прямо можно писать. Но я, когда, значит, в свое время начинал, еще никаких скриптов на питоне не было. Да и питона, кажется, еще не было. Нет, питон уже был. Но он был малоизвестным языком каким-то вот голландским. Ну вот. Поэтому я еще помню такие всякие истории про скрипты на вот этом страшном языке, не страшном, из пяти операторов языке, собственно, gdb. Вот. Как всегда, язык оболочки, вот мы это в прошлый раз об этом говорили, язык оболочки гораздо более лаконичен, чем язык языка, чем API языка общего общего назначения на ту же тему. потому что вам придется все это обмазывать объектами, вызовами и всем остальным. Вот. Язык лаконичней. Правда, если на него посмотреть так вот, вот, вот так как-нибудь, да, то очень трудно в этом разобраться. У вас. Я честно, честно, вот конкретно в этом скрипте, кажется, не разбирался, я его скопипастил. Знаете, что это такое? В QT есть свои собственные строки, они называются кустринг. Если вы попытаетесь ее вывести на экран, этот кустринг, получится полная лажа, потому что это страшный объект, он еще и динамический. Там строки динамические. Вот. А это скрипт на как раз ГДБ, который показывает, позволяет отпечатать кустринги вот как строки. Вот он с такой страшный. Он работает. Вот. Все. Мне кажется, контент сегодняшний я исчерпал. Давайте, задавайте ваши вопросы. Еще раз повторю, что да, замечание тупо лучшего оператора относительно того, что тулчейн связанный с LLVM и этом самом силангом удобнее в нем работать с помощью ихнего дебаггера, который LDB, но вот мы на все не это. Не, не. Если есть какие-то вопросы, давайте задавайте. если нет, давайте посмотрим еще на домашние задания и на то, что будет в следующий раз. Значит, домашние задания, как я уже предупреждал, написать скрипт на GDB простой. Вот. Для этого вы пишете тупо программу, которая генерирует арифметическую прогрессию, очень тупую, прям тупую. Вот. У нее есть несколько вариантов запуска. и пишете на GDB два сценария, которые тестируют, не тестируют, а запускают несколько из этих вариантов и в некоторых случаях выводят некоторые данные. Фактически манипуляции теми командами, которыми мы уже пользуемся. Вот. Требования к моим файлу. Вот. Если кому-то все это скучно, попробуйте немножко попрограммировать на C. Напишите ваш этот range три функции range init, range run и range next. Таким образом, чтобы они реализовывали абстракцию range, как в питании. На C. Ну, это как бы не имеет отношения к сегодняшней теме никакого, но если вам реально скучно, сделайте вот так. Мне было реально скучно. Я сделал вот так. Ну, если как бы вам не до того, не делайте этого. Это не входит в домашние задания. Заодно и поотлаживаете это. Потому что это сразу у меня не заработало. И со второго раза не заработало. Потому что я привык к питону, где все за меня делаю. А тут память куда-то там текает. Вот это все. В следующий раз у нас разговор. Давайте посмотрим, про что. Слушайте, я не знаю. Я уже признавался в этой аудитории, что лекция про регулярные выражения это лекция, которую я читаю, если я не подготовился совсем. Вот. Потому что я это делаю фактически на автомате. Не исключено, что в прошлом году это было так. Давайте посмотрим позапрошлый год. нет. Ну окей. В общем, регулярные выражения и тема полезны. Мы можем ими пожертвовать ради какого-нибудь еще разговора именно про разработку. Но, насколько я помню, в лекции про регулярные выражения мы немножко вообще пощупаем, как работают с API, как его вызывают, вот это вот все. Может быть, это будет полезно. Как работать с памятью, что бывает с памятью, когда она течет, ну вот все вот эту ерунду. Хочется иметь какой-то субстрат, с которым мы можем поделать все то, что мы уже имеем. В общем, скорее всего, будет лекция такая же, как в прошлом году. Все. Я все посмотрел. Если есть вопросы, задавайте напоследок. Вот. Если нету, то тогда спасибо и до следующей встречи. Да, я запустил проверялку, которая пока что только проверяет наличие решения, наличие решений. Вот. Я об этом напишу в чатик, там, как ее посмотреть, вот это все. Она еще ничего не проверяет. Только говорит, что вы решение сдали. Заодно мы узнаем, кто из вас посылает свою почту не туда. Вот. Или там не почта, там же этот самый, репозиторий. Узнаем, кто из вас сделал репозиторий не публичным. Вот. Все. Всем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...